Символичный и традиционный международный экономический форум России «Исламский мир» начинается с молитвы. На церемонии открытия с видеообращением выступила Валентина Матвиенко. Рада приветствовать вас, столица Катарстана, на уже признанной авторитетной площадке международного экономического мероприятия федерального уровня. Мы понимаем друг друга. Ислам издавна исповедует значительную часть населения нашей страны, а также многих стран СНГ, с которыми нас связывает общая история. Со сцены гостей приветствуют рейс Татарстана Рустам Мениханов и председателя комитета Казанфорума Марат Хуснулин. Главный слоган наших мероприятий сформулирован как «доверие и сотрудничество». Доверие стало важнейшим фактором развития отношений между Россией и мусульманскими странами не только в сфере экономики, но и во всем многообразии нашего сотрудничества, которое сегодня приобрело характер стратегического партнерства. Я бы хотел поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Путина. Особые слова благодарности организации «Исламского сотрудничества», с кем мы активно работаем, бизнесу, который здесь присутствует. Я уверен, что мы создадим вам комфортные и интересные контакты, и этот форум привнесет нам дальнейшее просветание наших стран и регионов. На площади 20 тысяч квадратных метров Казани-Экспо развернулась крупнейшая в России выставка инвестиционных инфраструктурных проектов «Раша Халя-Экспо». Основная цель – популяризация халяльиндустрии. Одной из первых в свой павильон гостям представила «Татнефть». Мы развиваем не только производство, но и технологичное производство. Среди участников выставки представители практически всех отраслей. Как подчеркивают, халяль – это не только еда, но и образ жизни. На выставке представлены одежда, медикаменты, косметика, товары для дома. У нас есть цель, что в каждом помещении квартиры есть продукт, произведенный в Татарстане. Со своими отдельными павильонами не только компании, но и целые страны. Везде свой колорит и неповторимый антураж. Здравствуйте, Габбатин Раис. Очень приятно вас видеть. Приветствуем вас в наш стенд «Сенегал». И вместе мы в русский культурный центр «Калинка» в Сенегале. Очень рада здесь быть. Спасибо, что двери нам открыли. В павильоне Индонезии свою продукцию представили шесть крупных компаний страны. Здесь халяльная парфюмерия, мед, одежда, витамины. Уже найден выгодный партнер. Мы уже договорились сделать экспорт на кофе. Вот так и получается из Казанфорума. Международные тренды прямых иностранных инвестиций обсудили на деловом завтраке с участием Рустама Миниханова. В дискуссии приняли участие эксперты из России, Сирии, Бахрейна, Турции и других стран. «Я очень благодарен, что такой актуальный вопрос привлечения инвестиций обсуждается здесь, на площадке нашего Санкт-Петербурга». Как отметили, из-за пандемии инвестиционные потоки в мире сократились. Сейчас снова наметился рост. И самое время предложить новые подходы для привлечения инвесторов. На встрече прозвучали предложения создавать особые экономические зоны и специальные промпарки. «Деловой завтрак получился информативным и полезным. В целом форум очень значимый. Здесь страны обмениваются мнениями и строят планы для дальнейшего развития». Как отмечают, за последние годы товароборот России с исламскими странами вырос на треть и составил 135 миллиардов долларов. Как отмечают, это далеко не предел. Экономика УИС растет быстрее средних мировых темпов. За два дня форума участников ждут дискуссии, деловые встречи, презентации продукции и мастер-классы. Дмитрий Аринин, Алмаззи, ДНВ, Казань.